Всем доброго времени суток! С вами Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. И сегодняшний видеообзор посвящен сайту компании Mobile Online Store, на которой Сергей Иванов, который является директором сети магазинов по продаже мобильных гаджетов, рассказывает нам о том, что данная компания ищет людей к себе в команду на удаленную работу в связи с тем, что эта команда вышла на российский рынок, и теперь им нужны операторы онлайн заявок. Они обеспечат очень высокий уровень дохода от 5000 рублей в день, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, карьерный рост и корпоративные скидки на весь ассортимент магазина до 50%. Сказано здесь, строго без вложений, без специальных навыков, удаленно доступно каждому. Чтобы заработать, вам не требуются никакие знания, ваш опыт не имеет значения, у вас только должен быть интернет, и вам должно быть от 18 до 75 лет. Вам нужно будет предварительно анализировать заказы перед отправкой их конечному пользователю. На данный момент осталось доступно всего 3 рабочих места в этом регионе, то есть в моем регионе. Если мы посмотрим, то нам показывает здесь GIF-картинку, которая тут крутится, чтобы мы думали, что это число может измениться, и на самом деле это статическая цифра, и тройка здесь будет всегда. Здесь также есть еще отзывы. Должна заметить, что на этом сайте используется название известной компании MMOBILE. Вот официальный сайт этой компании, она является официальным дилером компании МТС. Например, на этом сайте они тоже ищут специалистов, но они ищут их в офисе. То есть здесь ни про какую удаленную работу не сказано. Можно сделать вывод, что это подставной сайт, и на самом деле никакого набора на вакансии нет. Введу имя и e-mail и нажму «Приступить к работе». Производится автоматическая генерация данных для входа. Нажму «Начать работу». Сейчас мне нужно внести данные заказа в поля ниже. То есть просто переносить данные отсюда, а вот сюда. Сейчас я выполню все 7 заказов. Это займет какое-то время. Чтобы не отнимать это время у вас, я пока поставлю видео на паузу. И потом возобновлю его, когда все эти заявки я выполню. Я выполнила 7 заказов. Мне за них начислено целых 7223 рубля. Теперь я могу вывести средства. Нужно ввести номер карты и нажать «Вывести средства». Но для того, чтобы их вывести, мне нужно активировать свой аккаунт за 160 рублей. Если я нажимаю «Произвести активацию аккаунта», попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна воплотить указанную сумму. Перед тем, как снимать данный видеообзор, на самом сервисе ePay я нашла того человека, который будет получать этот платеж под ником RealMoney. Если мы посмотрим дополнительные цены к его сайту, мы увидим целых 8 платежей за активацию аккаунта. И вот он первый на 160 рублей, который мы должны заплатить сейчас. Если мы перейдем по ссылке с сервиса ePay, попадаем на сайт Mobile, где требуются сотрудники. И это подтверждает авторство некого RealMoney, и что все платежи, которые мы оплатим на вот этом сайте, пойдут именно ему в карман. Сейчас я оплачу 160 рублей, чтобы мы с вами смогли полностью убедиться в том, что данный сайт является мошенническим, и что ничего здесь мы заработать не сможем. Пока я поставлю видео на паузу, чтобы не отнимать зря ваше время, и вернусь к вам после того, как оплата будет успешно зачислена. Я оплатила активацию аккаунта, но оказывается, что Национальный банк РФ, через билинг которого осуществляется перевод средств, установил комиссию на мой перевод. В размере 0,53% от суммы перевода, и это составит 307 рублей. Мне нужно отправить комиссию в банку, и только тогда я смогу получить перевод. Если нажимаю кнопку «Отправить комиссию», опять попадаю на страницу оплаты, где должна оплатить уже 307 рублей. В дополнительных ценах к сайту мы видели с вами этот платеж. Вот он, 307 рублей. Авто даже не потрудился попереименовывать название дополнительных платежей. И вот эти 307 рублей, которые на самом деле должны пойти якобы банку, но они идут не в банк, а в карман мошеннику под ником RealMoney. И даже если мы заплатим эти 307 рублей, потом нам нужно будет под другими вымышленными причинами платить еще 534, 892, 720, 1800, 3965 и 5000 рублей. Понятное дело, что это нам не нужно, мы не хотим тратить свои собственные деньги зря. Тем более, какой работодатель будет требовать деньги со своего работника за открытие счетов, за какие-то комиссии. Такое тяжело представить даже в реальной жизни. И, конечно же, в реальной жизни никто не будет вам за 7 заданий, на которые вы потратите 5 минут начислять 7223 рубля. Поэтому можно смело делать вывод, что этот сайт является мошенническим, тем более он еще и подставной, использует название известной компании, которая является дилером компании МТС. И строго без вложений здесь явно не получится. Это сайт, который только требует от вас деньги, а взамен ничего вам не даст. На связи была Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова